Не прошло и двух суток, когда дача Приморья опять начала заливать дурно пахнущей жижей, которая вытекает из-под забора маслозавода. Не далее, как в среду, 18 марта, мы вместе с дачниками попытались выяснить, откуда взялось столько вонючей воды. На место даже прибыл государственный инспектор Минокологии Вячеслав Журавлёв. И первое предположение, которое у нас возникло, следующее. Горы подсолнечной лузги, которые хранятся на территории предприятия, накопили в себе воду. Она зимой замёрзла, а сейчас начала таять, затапливая дачи, превращая дороги в реки и в итоге стекая в Волгу. На видео было видно, что по горам из семечковой шелухи бегут ручьи, доходят до железной дороги, которая выполняет роль дамбы, а оттуда через трубу под железкой попадает в заросли вдоль забора и хлещет на дорогу. После выхода сюжета руководство маслозавода исправило ситуацию и даже приложило видео, на котором работник предприятия заверяет, дорога сухая, нигде ничего не льёт, чего все взволновались. Но сегодня вновь пришло сообщение, дачи топит, вонючая вода разливается. И снова едем на место вместе с работниками управления по делам ГО и ЧС. Действительно, льёт, но теперь из разных мест из-под забора. Но жидкость всё также стекает на участки дачников, дороги затоплены вплоть до затона, и вероятность попадания загрязнённой воды в Волгу большая. В чём же дело? Изучаем видео и понимаем, наше первое предположение ошибочное. И вовсе не природа виновата в том, что кучи тают, они наоборот горят. И работники маслозавода их методично проливают. Вот пожарные рукава тянутся от гидранта по всей территории свалки подсолнечного отхода. Вот уже русло рек пытаются остановить огонь. А вот и сам очаг возгорания. А ведь мы знаем, что такие горы-шелухи нельзя хранить, они самовоспламеняются. Сюжет об этом мы снимали года два назад, когда фермер не мог потушить кучу подсолнечника с осени до весны. И на этот раз на маслозаводе случилось то же самое. Тление происходит внутри подсолнечных отвалов. И помочь может только растаскивание отходов по более мелким кучкам. Но территория предприятия не настолько огромная, чтобы это сделать. Другой вопрос, почему завод не утилизирует отход как положено, а складирует, создавая опасную ситуацию. Денег на это нет или есть другое оправдание? И сразу стало понятно, почему в прошлый раз к нам на встречу с территорией завода вышли пожарные. Но не прокомментировали ситуацию, а просто осмотрели затопленные места и сказали, «Мы ни при чем, мы просто МЧСовцы». Они уже тогда проливали очаг возгорания. Это объясняет и то, что затопление началось в минувшую субботу неожиданно, после достаточно долгой плюсовой температуры, а не постепенно, как это происходит во время таяния снега. Сегодня же подошел мужчина, представился главным инженером и обеспокоенно сказал, а что, раньше, когда снег таял, такого не было? Очень лицемерно как-то это получилось. Ведь виноват не снег, а новое руководство завода, которое, вероятнее всего, знает о том, что происходит реально, закрывает на это глаза и прикидывается невинными овечками. Как бы то ни было, информация о происшествии уже направлена и в региональное министерство экологии, и в администрацию Балаковского района.